Мы с моей собакой проходили мимо мусорки, чтобы луну хоть немножко найти. И услышали писк. Ночная прогулка Екатерины завершилась спасением восьми щенков. Прямо в контейнер их выбросили в мусорном мишке вместе с отходами. Я положила их в коробку, накрыла материалом, то, что вниз положила, и накрыла их. Покормила и укрыла на ночь. Щенки, к счастью, выжили. Екатерина за ними ухаживает и пытается отдать в хорошие руки. Этим малышам еще повезло, ведь в последнее время неугодных питомцев просто выкидывают из окна. Неделю назад житель микрорайона Новоселикатный выбросил кота с балкона. Животное не выжило, но хозяин не переживал. Она попугая чуть не сгрызла. По таким же владирам. Нифига себе, я его сколько раз уже у него выбирал. Этот случай только один из многих. В конце февраля житель дома номер 44 по улице Балтийской поймал соседнего кота. Связал лапы и сбил. Из девятого этажа бросил в мусоропровод. Кота Маркиза тогда спасли. Ну вот получается здесь подушечки лопнутые. Там когти вырваны. Но я боюсь показывать. Два месяца спустя житель квартиры на Глушково 3 скинул собаку с четвертого этажа. А когда выяснилось, что та жива, вышел и добил. Это похоже либо на какой-то жуткий флешмоб, либо на абсолютное непонимание того, что как только выбросишь из своего окна, найдут, выложат в сеть и поймут из какой квартиры. Неужели совсем не боятся последствий? По статье 245 Уголовного кодекса за убийство животного грозит наказание до 5 лет тюрьмы. А меньше двух недель назад в Госдуме предложили внести поправки в этот закон. Назначить уголовную ответственность за жестокость к животным не с 16, а уже с 14 лет. Но зоозащитники говорят, полиция таких дел не любит, а суд редко выносит обвинительные решения. Это нам подтвердили даже сами стражи порядка. А по преступлениям, перечисленным выше, наказание вообще никто не понес. Представители Ласки говорят, что за все годы существования приюта осудили только трех живодеров. Вот у кого действительно 9 жизней. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.